Все эти забавные, нелепые и сумасбродные персонажи сыграл один замечательный актёр, который, по моему мнению, является одним из самых ярких представителей американского голливудского юмора за последние 25 лет, мастер перевоплощений, пародий и фарса, Уилл Феррелл – любимец Америки и балвинь судьбы, ведь ему повезло заниматься тем, что он любит больше всего на свете, смешить людей. Я предлагаю вам прямо сейчас совершить скоростное путешествие по удивительной творческой судьбе этого весёлого парня. Джон Уильям Феррелл родился 16 июля 1967 года в городе Ирвин, штат Калифорния. Его отец, Ройли Феррелл, был клавишником группы The Rich Tolls Brothers, а его мать, Бетти Кей, была учителем. У него есть младший брат по имени Патрик. Когда Уиллу было 8 лет, его родители развелись. Как ни странно, мальчик отнесся к этому событию позитивно, заявив, что теперь у него будет в два раза больше подарков на Рождество и день рождения. Вообще, чувство юмора у Феррелла было оригинальным с самого детства. Да и артистизм проявился рано. Ещё в младших классах мальчик, похоже, копировал голоса знаменитостей. А уже в третьем классе Уилл понял, что у него была способность смешить людей, и он старался исследовать разные способы быть смешным. Поскольку заставлять людей смеяться стало для Феррелла хорошим развлечением в поседневной монотонной жизни. И уже в девятом классе Уилл вместе с одним из своих друзей начал исполнять комедийные сценки, которые они сами и писали. После окончания средней школы Уилл поступил в университет Южной Калифорнии. В 1990 году он получил степень бакалавра в области спортивного вещания. Затем он получил стажировку в телевизионном мире NBC. Довольно скоро он понял, что не хочет быть спортивным телеведущим, и начал искать другую работу. Некоторое время он даже поработал водителем и кассиром. Первый день в качестве шофера он разбил автомобиль и был уволен. А как кассиру он умудрился обчитаться более чем на 500 долларов за два вечера и снова остался без работы. В то время его мама дала совет Уиллу, что нужно заниматься тем, к чему лежит душа. И тогда он попытался зарекомендовать себя как стендап-комика, но потерпел неудачу. Уилл не сдался. И чтобы оттачивать свои навыки, он записался в продвинутый класс комедии, где он научился импровизировать и подражать. А затем он прослушался для Граундлингс, импровизационной скетч-комедийной труппы, и прошёл через неё. Здесь он получил возможность оттачивать своё мастерство. Вскоре он начал получать небольшие роли в телевизионных ситкомах, таких как «Благодать под огнём» и «Живущий один». Кроме того, он также принимал участие в малобюджетных фильмах, таких как «Ведро крови». В 1994 году он уже был видным членом группы The Groundlings. Примерно в то же время на канале NBC начали снижаться рейтинги популярного ТВ-шоу Saturday Night Live, и продюсер Лорен Майклс искал новый актёрский состав. Феррелл привлёк его внимание. Уилл присоединился к шоу SNL в 1995 году и покинул шоу в 2002 году. Феррелл посвятил 7 лет этой комической шоу-программе, которая стала для него твёрдым фундаментом и стартовой площадкой в его развитии как комедийного актёра. Ведь в период работы в SNL Уилл получил свою первую роль в комедийной ленте 1997 года «Мужчина в поисках женщин», но картина успеха не имела. В этом же году вышел в прокат комедийный фильм «Остин Пауэрс. Международный человек-загадка». Именно эту кинокартину принято считать началом кинокарьеры Феррелла. В ней он сыграл террориста Мустафу, и критики сочли эпизод с его участием одним из самых смешных и запоминающихся. Следующая роль актёра была в молодёжном фильме в стиле фарс 1998 года «Ночь в Роксборе», где Феррелл сыграл одного из двух братьев гламурных мажоров, которых мало что в жизни интересует, кроме клубных танцев и нелепых прикидов. Также Феррелла можно увидеть в таких фильмах, как «Тонкая розовая линия» и «Суперзвезда». В 1909 году вышло продолжение шпионской ленты «Остин Пауэрс, шпион, который меня соблазнил», где Феррелл появился в роли всё того же Мустафе. В ленте 2001 года «Образцовый самец» Уилл сыграл злодея Мугату. Эта роль считается одной из лучших в богатой фильмографии актёра. В том же году Уилл Феррелл появился в культовой картине Кевина Смита, а Джей и молчаливый Боб наносит ответный удар. Он сыграл второстепенную роль, мягко говоря, не очень сообразителем федерального маршала. В общем же, фильмография Уилла Феррелла насчитывает 53 фильма, что всего на два фильма меньше, чем у Джима Керри. И сейчас я назову вам 10 лучших комедий, по моему мнению, с Уиллом Ферреллом в главных ролях, которые рекомендую всем посмотреть. Ну или пересмотреть. Эльф. Фильм 2003 года. Это добрая рождественская сказка про здоровенного мужика в жёлтых лосинах по имени Бадзи, который вырос в кругу эльфов и даже не подозревая, что он на самом деле обычный человек. Но когда ему случайно открывается страшная правда, он принимает важное решение отправиться на поиски своего отца в рождественский Нью-Йорк в совершенно неизвестный ему мир людей, обеспечив тем самым свою задницу яркими и весёлыми приключениями. Хочешь знать, откуда эти штанцы? Вас покорит несравненная игра Уилла Феррелла и его искренне заразная улыбка. Улыбаться моё самое любимое занятие. Его буфанада. И его благодарность Джиму Кэрри, который отказался от роли в пользу Гринча. Феррелл здесь настолько невдолбенно крут, вы даже не заметите, что Зоу и Дешанель соблазняют мужика с интеллектом ребенка, что Санта существует, но всем начхать, и что годика через три бандит точно загнется от диабета. Телеведущие. Легенда о Роне Бургундии. Фильм 2004 года. И в придачу идёт продолжение. Телеведущие. И снова здравствуйте. 2013 года. Сценаристом обеих частей является сам Уилл Феррелл. Этот фильм основан на реальных событиях. Изменены лишь имена. Название мест и сами события. Такими словами начинается история про команду с четырёх коллег телеведущих. С одного местного ТВ канала. Они яркие, стильные, уверенные в себе профессионалы, но совершенно не дружащие со своими головами. При просмотре данного шедевра складывается впечатление, что персонажи как будто бы соревнуются между собой в идиотизме и абсурде. Это что-то вроде тупое ещё тупее, только коллективного масштаба. И за этим всем абсурдом чертовски весело наблюдать. Вы обязательно гончите. Персонаж. Драматическая комедия 2006 года. Этот фильм выбивается из общего ряда привычных комедийных ролей Феррелла. По оригинальности сюжета, фильм-персонаж я бы поставил в один ряд с такими прекрасными фильмами, как «Сияние вечного разума» с Джимом Керри и «Ванильным небом» с Томом Крузом. Фильм-персонаж повествует о жизни Гарольда Крика, налогового инспектора. Гарольд ведёт чрезвычайно монотонную жизнь, встаёт и ложится спать в одно и то же время. И даже считает движения зубной щётки, когда очистит зубы. Совершенно неожиданно он начинает слышать голос, который комментирует его действия. Гарольд обращается за помощью к психиатру, но диагноз шизофрении его не устраивает. Он понимает, что с ним происходит нечто другое. Психиатр рекомендует Гарольду обратиться к специалисту в области литературы. И Джулс Хелберт, профессора литературы, пытается помочь Гарольду. Лезвие славы. Звездуны на льду. Фильм 2007 года. Это отличная спортивная комедия про двух зазнавшихся от успеха фигуристов. Их взаимное соперничество давно переросло во вражду между собой. Яростная драка на мировом первенстве впоследствии привела их на самое дно жизни, из которого они конечно же должны будут выбраться, объединив свои усилия. Сводные братья. Фильм 2008 года. Я признаюсь вам честно, я поклонник тупого американского юмора. А это комедия и яркий образец такого юмора. И если мы с вами на одной волне, то я рекомендую вам этот фильм просмотру. Копы в глубоком запасе. Фильм 2010 года. Думаю не я один, такой, кто пересматривает эту картину почти каждый год. И ржет с нее как в первый раз. Ведь в этой комедии все идеально. Диалоги персонажей, возникающие ситуации, игра актеров. Все это пропитано отменным юмором, которое льется практически непрерывным потоком каждую секунду. Уилл Феррелл и Марк Олберг отлично сыгрались в дуэте. Также нужно отметить актерский состав второго плана, который просто нашпигован звездами первой величины, такими как Майкл Китон, Ева Мендес, Стив Куган, а уж чего стоит только эта парочка. При этом все, сюжет фильма достаточно прост. Двум копам-неудачникам, ну в очень глубоком запасе, занимающейся офисной писаниной, представляется шанс поставить всех их обидчиков на место и проявить себя. У лузеров, как известно, всегда все через одно место. И вот тут-то начинается самый смех. Их безумные веселые приключения. Я прошу вас, сделайте так, чтобы Аллен оставался целым и невредимым. Она мне это каждый день говорит. Да, верно. Спускаюсь вниз, готовлю свежую клубничку для любимого и говорю, слушай, мой милый пупсик, ты сегодня должен вернуться целым и невредимым. Да, каждое утро. А затем показываю ему свою грудь и говорю, эти малышки будут ждать твоего возвращения. Он ведь в жизни повидал грудь и побольше, но черт подери, моя... Намного, намного больше. ...лучшая. Грязная кампания за честные выборы. Фильм 2012 года. Еще один удачный комедийный дуэт. Уилл Феррелл и Зек Гальфинакис отжигают в этой картине по-взрослому. С грубым юбором ниже пояса и никакой политкорректности. В Америке 2012 года такое было еще возможно. Сюжет. Два конкурирующих политика, Кэм Брейди и Марти Хагенс, пытаются победить на выборах, чтобы представлять свой небольшой штат Северной Каролины. В палате представителей США каждый при этом использует свои методы для достижения наилучшего результата. Простите, не понял, толкать ее или тянуть на себя? Здрасте. Это еще кто? А у Марти Хагенса мозгов. Я так мечтал поучаствовать в политической борьбе. Ваш оппонент уже четырежды был конгрессменом. Как вы собираетесь его одолеть? Повторите вопрос этим летом. Поскольку я баллотируюсь в конгресс, за нами будут наблюдать очень пристально. У кого есть грешок, лучше сразу сознайтесь. В школе я произнес имя Господа в Суе. Это все? Мы с классом были на фирме, а я козеврот напихал. Бой без перчаток. Коротышка, конченый мудак. Я порву этого клоуна. Впереди много работы. Крепись. Комедия 2015 года. Это режиссерский дебют Энтона Коэна, который больше известен как сценарист таких фильмов, как Люди в Черном три и Солдаты неудачи. В этой комедии Уилл Феррелл сыграл богатого управляющего инвестиционным банком Джеймса Кинга, которого обвинили в преступлении, которое он не совершал. Но когда Джеймс понимает, что ему неминуемо грозит тюрьма, он решает подготовить себя морально и физически, чтобы выжить за решеткой. Воспитанный на расовых стереотипах Джеймс уверен, что ему в его подготовке сможет помочь только какой-нибудь чернокожий парень. Ведь если он черный, значит у него обязательно есть криминальное прошлое и опыт в отсидке срока. И совершенно случайно он знакомится с мощником машин Дарвелом Льюисом в исполнении Кевина Харта, которого он и нанимает для своего обучения искусство выживания за решеткой. Здравствуй, папа, Новый год. Еще одна отличная комедийная история в двух частях. Фильм 2015 года и 2017 года выпуска. Шикарный дуэт Уилл Феррелл и Марк Олберг снова вместе. В этой комедии, как и в копах в глубоком запасе, все идеально. Юмор, диалоги, действия, актеры. Ну разве что меньше экшена. Отец! А тут у тебя что такое? Домик на дереве. Всего два месяца строим. Против отчима. Пап, папа построил нам домик вместо тебя. Привет, друг! Надеюсь, все по правилам. Берегись, братиша! Феррелл против Олберга. Да! Можешь проходить, если хочешь. Первое вниз, дальше вверх. Да, все знают, что первое вниз, дальше вверх. Разойдись, разойдись, разойдись! Боже мой! Все обошлось, никто не пострадал. Я пострадал! Брэд, мир и пысь, и я тебя вытащу. Нет, лучше сходи оденься. Папочка дома. Я надеюсь, что еще не всех утомил своей подборкой фильмов и скорее возвращаясь к биографии Феррелла, а точнее к его наградам и признаниям. В 2011 году Уилл Феррелл получил премию Марка Твена за вклад в американский юмор. И, конечно же, он не упустил возможность на своей церемонии вручения рассмешить весь зал. В 2015 году журнал British Gentleman's Quarterly объявил Феррелла комиком года. И в этом же году Уилл Феррелл получил свою долгожданную именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. В личной жизни Феррелла все так же хорошо, как и в карьере. В 1995 году Уилл Феррелл познакомился со шведской актрисой Вивикой Паулин на занятиях по актерскому мастерству. У них были романтические отношения около пяти лет, а в 2000 году молодые люди отпраздновали свадьбу. Пара воспитывает троих сыновей – Магнуса, Матиуса и Алекса. Интересный факт. У актера уродливый почерк. Один из известных журналов даже назвал Феррелла худшим автографистом из знаменитостей. Многие любители кино и музыки считают, что Уилл Феррелл похож на барабанщика группы Red Hot Chili Peppers – Чада Смита. Люди шутку называют их близнецами. Уиллу Ферреллу 53 года. У актера высокий рост – метр восемьдесят семь. Он любитель спорта и поддерживает себя в отличной форме. Феррелл увлекается бейсболом и футболом. Еще он заявлый болельщик и является членом официального фан-клуба команды Chelsea. А также Феррелл – совладелец футбольного клуба Los Angeles. Вообще, Феррелл проявил себя и как успешный бизнесмен. Еще в 2006 году вместе с режиссером Адамом Маккейном они создали продюсерскую компанию «Гарри Санчес Продакшн», усилиями которой были созданы многие успешные проекты, такие как «Копы в глубоком запасе», «Сводные братья» и многие другие. А в 2007 году Феррелл и Маккейн запустили комедийный сайт «Funny Ordee», который стал очень успешным. В 2016 году дуэт продал долю в сайте одной крупной медийной компании. Также в Ютубе есть канал «Funny Ordee» почти с тремя миллионами подписчиков. 13 апреля 2018 года Феррелл стал участником серьезного ДТП со столкновением двух автомобилей на трассе в Калифорнии. Внедорожник, в котором он и еще двое человек ехали в качестве пассажиров, перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. Все пострадавшие были госпитализированы. Феррелл отделался легкими ушибами и на следующий день уже был отпущен из больницы. Феррелл является пользователем Твиттера, где он в последнее время активно поддерживает предвыборную президентскую гонку республиканца Трампа. Хотя Феррелл всегда считал себя демократом, и его любимым занятием было высмеивать республиканцев. Так в свое время Бушу-младшему досталось по полной от комика, который его часто высмеял в своих пародиях. Вот такой он, рыжий клоун американского юмора, в лице Уилла Феррелла, талантливого актера, от которого миллионы людей по всему миру ждут новых безумных ролей и ярких уморительных персонажей. А вам большое спасибо за просмотр. И помните, шмаровозы никогда не плачут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова